Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы поговорим о том, без чего ни один человек не может обойтись. О деньгах и о еде. А для того, чтобы разговор состоялся более состоятельно, мы пригласили в нашу студию экспертов. Татьяна Васильевна Кувшинова, начальник цеха хлебопечения общества с ограниченной ответственностью Артем Вотстрой. Александра Борисовна Пак, начальник управления потребительского рынка администрации Артемовского городского округа. Владимир Петрович Федяй, директор Приморской овощной опытной станции. Юрий Михайлович Рыбак, директор общества с ограниченной ответственностью Урожай и индивидуальный предприниматель Иван Иванович Корбан, производитель колбасных изделий. Я не случайно назвал вас экспертами, потому что вы, как никто другой, знаете, из чего и как складывается продовольственный рынок на территории Артемовского городского округа. С января месяца овощи выросла цена на картофель 4%, капуста 45%, морковь 27%, яблоки 19%. По каким позициям у нас произошло снижение цен? Свинина на кости 8%, куры 9%, яйцо 2%, сахар-песок 6%, крупа гречневая 10% и лук на 32%. Эта статистика, она вещь такая усредненная, потому что, я хочу сказать, по нашему предприятию, мы больше года цены не повышали, то есть мы держим. Значит, увеличение цен по городу произошло за счет других производителей. Ну, вы занимаетесь производством хлебобулочных изделий, да? Хлеб – продукт социальный, но все другое может повышаться сколько угодно. Я знаю, сама покупаю молочку, мясное, они по чуть-чуть поднимают стабильно. Но если поднимается цена на хлеб, сразу недовольство народа. Как так? Почему цена на хлеб повышается? Тем не менее, когда заходишь в магазин и смотришь на цены колбасных изделий, да, на овощи, то просто разум зашкаливает. Откуда такие цены вдруг берутся? Если сравнить 1 ноября и 1 января, изменения в большую сторону, на полпроцент по нашей продукции. В этой студии собрались самые честные производители и самые честные предприниматели, которые не повышают цены на свою продукцию. Тогда отчего же в магазине появляются ценники с огромным количеством цифр? По нашей продукции я ответил, у нас такого нет. Вот, я же говорю честные предприниматели. Между нами еще есть торговля. Существует же разная линейка видов продукции, да? Есть, будем так говорить, ну, премиум класс, да? Да, естественно, на премиум класс цена существенно, может быть, и выросла. Давайте поговорим вот о той отрасли, которую мы с Юрием Михайловичем представляем. Овощи и картофель в этом году в цене подросли. Ну, подросли почему? Потому что цена-то зависит от чего? От наличия самого продукта на складах, в закромах, и от конкуренции между производителями. Вот этот крайне неблагоприятный год по погодным условиям, он привел к тому, что все мы, производители, просто не добрали урожай. Поэтому цена на рынке складывается на картофель, например, 20 рублей. Значит, мы должны продавать вот где-то тоже все вот по этой цене. Если мы будем продавать дешевле, то, естественно, мы, как бы, не будет никакой рентабельности. Сегодня себестоимость картофеля производства на уровне 12-14 рублей. Цена у нас в этом году увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом. Но здесь, видите, какая ситуация. Мы в магазинах видим цены на свою продукцию значительно выше нашей отпускной. Вот я хотел бы все же на отрасль торговли немножко бочку покатить. Потому что... Мы все на нее как-то. Мы все на нее. Да, есть объективные у нас доводы. Когда мы заходим в магазин и видим свою продукцию, которая на 200% дороже, чем мы от того отпускаем, то нам становится не по себе. Не по себе еще из-за того, что при стоимости картофеля... Вот мы на нем зациклились пока. При стоимости картофеля 20 рублей, видя в магазине, когда покупатели его видят в магазине по цене 40 рублей, то для них уже это выше планки доступности этого товара. Мы думаем, что все же розничная сеть не совсем конкретно отрабатывает свои функции. Хорошее предложение сделал губернатор Сахалинской области по рыбе. Вот мы хотели бы подобный опыт перенести на сельхозпродукцию. Он сделал что? Заставил в магазинах на ценниках писать, указывать цену закупочную у производителя этого товара и уже конкретную реализационную стоимость в розничной торговле. И покупатель, зашедший в магазин, стоя у прилавка, уже может сравнить, сколько данная торговая сеть накручивает в своей марже. Вы знаете, я хочу возразить. Не всегда торговая сеть накручивает свою маржу в том объеме, как нам принято об этом говорить. Между торговой сетью и производителем существуют еще и посредники. Вот вам, пожалуйста, и рост цен. Ну, не всегда. Не всегда. Я езжу по магазинам, куда мы реализуем свой товар, мы работаем с ними ВКонтакте, и я вижу, что кто-то накрутит 10%, а кто-то 20%. Ну, например, с Юрием Михайловичем мы где-то 20, может, 25 своей продукции реализуем сами, допустим. Но остальное у нас идет, естественно... Идет перекупчиком. Без перекупчиков, да. У нас есть точки свои, которые очень... Это 20%. Остальные 80% идут? Остальные 80% идут или по договорам. Мы участвуем в аукционах, выиграем аукционы, например, с пограничниками. Или... Но вы же тем же пограничникам отпускаете товар по той цене, которая была оговорена заранее. Там в контракте. Да. Там в контракте цена обозначена... 20 рублей. Очень дешево, 18 рублей 10 копеек. Себе в убыток. Себе в убыток. Ну, 4 рубля наших дохода. В этом году сложилась парадоксальная ситуация, что в нашей розничной сети, вот я свою отслеживаю Владимира Петровича, ну и других сельхозтоваропроизводителей, что реализационная цена розницы была в определенное время ниже оптовых цен. То есть оптом мы реализовывали продукцию дороже, чем продавали для населения в розницу. Нет, но если есть предложение, предложение больше, чем спрос. Естественно, цена как бы будет снижаться. О чем и речь идет. О том, что на сегодняшний день наши производители сельхозпродукции, да, овощей тех же, они потребность наших жителей города Артема закрывают сверх нормы. Что у них избыток еще продукции остается. Мы сейчас с вами окончательно запутаемся. Я просто хочу выяснить, вот, Иван Иванович, почему вы не поднимаете цену на свой товар? В течение года сырье, в принципе, плавает, ну, около какой-то величины. То есть у нас запас двухмесячный. Если сырье повышается, мы просто вырабатываем наш запас, не закупая сырье. То есть в какой-то период, ну, то есть уже через месяц мы закупаем дальше сырье. И, в принципе, в течение этого года не было таких пиковых, как в том году осенью. Резких скачков. Резких скачков не было, да. То есть было повышение, было это самое. То есть и мы идем, в принципе, ровно только из-за этого. Все, что сырье стоит на месте. То есть говядина подорожала, свинина подешевела. Практически вся колбасная продукция стоит свинина, говядина. Ну, то есть мы здесь сыграли и все. Я перейду опять же к овощам и картофелю. Почему цены подросли на овощи и картофель? По той простой причине, что в крае этих позиций не хватает. Потому что погибла продукция почти полностью в Уссурийском районе, в Октябрьском районе, в Михайловском районе. В результате тайфуна Гони были затопления. Поэтому сегодня на рынке дружба, который там всегда заваливает Владивосток продукцией, естественно, дефицит этих овощей и картофеля. Поэтому они растут в цене. Но то, что касается Артема, мы можем твердо заверить, что мы, наоборот, испытываем сложности с реализацией, а не отсутствием продукции. Вот сейчас, может быть, когда мы попали под санкции, то, может быть, сельское хозяйство и начнет развиваться только лишь сейчас. А кто не позволял вам развиваться раньше? Ведь Приморская овощная опытная станция – это наука, это передовые технологии. Вы должны собирать урожай по нескольку раз в год, насколько я понимаю, несмотря на погодные условия. Нет, здесь у нас природные условия не позволяют климат получать два раза в год урожай. Но, тем не менее, всегда у нас был, как бы, мы можем производить больше продукции. И Юрий Михайлович может, и мы можем. Просто мы ее не можем элементарно реализовать. Нету спроса. Я не понимаю вашей логики. Вначале вы говорите, что Тайфун Гони уничтожил урожай в Уссурийском, Михайловском и других районах. А вы свою продукцию не можете реализовать. Как так? Сейчас реализовываем. Сейчас реализовываем и, думаем, будет продукция реализована в этом году. Пока еще мы только завершили уборку, выполняем договора. Ну, продаем в свободную реализацию. Продукция идет неплохо. Но, если цена на рынке складывается на картофель 20 рублей, то мы его по 18 и продаем оптом. Вообще, отрасль сельского хозяйства, конкретно сузимся, растеневодство, она не всегда поддается каким-то экономическим описаниям и логике. То есть, год на год не приходит. Да, совершенно правильно. В силу ограничения срока жизни товара. То есть, если мы, допустим, берем гречку, крупы, другие виды товаров, мясную продукцию, мы их можем заморозить и хранить в холодильнике неограниченное количество. В овощеводстве такого сделать нельзя. Почему? Потому что картофель может прохраниться всего 6 месяцев. То есть, мы осенью убрали урожай, заложили в закрома и стараемся реализовать. И к весне у нас может сложиться такая ситуация, что какое-то количество, 20-30-50%, у нас остается, продукция не реализованная. Естественно, единственный способ избавиться от этой продукции – это ее просто утилизировать, свалить в отвал. То есть, это же наши затраты. Поэтому цена на сельхозпродукцию, она очень сильно может изменяться в течение сезона производственного. Елена Николаевна, я смотрю, вы не только опытный фермер, но вы еще очень тонкий политик. Знаете, как, где, что и сделать. Может, лучше уценить и продать? Вот я об этом же. Чуть-чуть пораньше. Вот я об этом же. Вот не соглашусь с вами, что… Хлеб – это такой продукт, который не может быть заморожен и реализован телезинфицией. Это самый скоропортящийся продукт ширугодности хлеба 24 часа. В мировой практике были такие случаи, когда огромнейшее количество зерна, масла просто уничтожались, затапливали в море, сжигались, это в Америке было. Но мы тоже находимся в этой же отрасли сельского хозяйства и прекрасно знаем, что если цену опустить… Теперь я понял, вы перенимаете мировой опыт. А в других условиях никакое предприятие жить не может. Экономика для всех одна. Но некоторая специфика есть в сельском хозяйстве. Я же говорю политик, да? Очевидное отрицает, а неочевидное превозносит как должное. Нет, нет, я не могу согласиться. Мы специально не уничтожаем продукцию. Это варварство, по большому счету. Мы стараемся ее реализовать и цены снижаем. Просто бывает так, что уже продукция не востребована. Она уже по качеству. К весне, например, к апрелю месяцу не соответствует кондициям. Естественно, продукция теряет свое качество. И бывает, что к апрелю месяцу даже предлагаем по 5 рублей. Она уже не востребована. Если, Александр Иванович, вы заговорили о политике, углубляться не будем. Но у нас, у производителей, есть все основания катить бочку на сферу торговли. Это уже второй раз. Почему? Потому что существует норма социальная по обеспеченности населения торговыми площадями. Вот у нас в городе эта норма, насколько я знаю, сейчас превышена в 4 раза. То есть количество магазинов и торговых точек по площади превышено в 4 раза от той нормы, которая необходима для нормальной реализации продукции, чтобы в шаговой доступности у населения была. Поэтому скажите тогда вопрос, вот это 4-кратное превышение торговых площадей над стандартами, вот за счет чего отрасль торговли будет дополнительно вот эту маржу получать? Я думаю, что это не тема нашей сегодняшней беседы. Все хорошо. Если мы сейчас соберемся здесь с торговыми представителями торговой отрасли, мы вас обязательно пригласим и вы зададите им этот вопрос. Я хочу немножко о другом. Великолепная, на мой взгляд, идея организации ярмарки городской, сельскохозяйственной. Эта идея живет уже несколько лет и успешно развивается. Но в последнее время многие наши телезрители обратили внимание на то, что цены примерно сравнялись с ценами магазина. И ассортимент, он уже не выдающийся, как был раньше. Тем не менее, ярмарка пользуется бешеной популярностью. Люди просят, чтобы еще организовали побольше таких ярмарок. Александра Борисовна, что вы скажете на это? Я не соглашусь вообще с высказыванием вашим о том, что цены и ассортимент уступили те первоначальные позиции. Мы-то периодически ее посещаем, мы цены все равно смотрим и руку на пульсе держим. Если на площади Ленина у нас где-то максимум было 50 участников ярмарки, на сегодняшний день территория та позволяет, их уже 60. То есть увеличилось. Но остались все те же наши производители, в основном наши производители. Давайте мы не будем углубляться в эти тонкости. Давайте мы спросим у присутствующих. Вы участвуете? Вы в ярмарке участвуете? Расскажите, Татьяна Васильевна, вот конкретно, если по хлебу. Там другие затраты. Другие затраты. Я почему-то в линейке, другая ассортимент. Другие затраты на цириона, оборудование. Вы понимаете? Давайте не будем даваться технологических тонкостей. Можно сказать, что у нас ярмарка, она как начинается 9 июля, 10 июля. Мы выставляем киоск торговый возле поля. И вот он с 10 июля ежедневно работает. По выходным дням там стоит два лотка. Ежедневно просто ажиотажный спрос в этом году идет. Мы каждый день реализуем 3-4 тонны картофеля другой продукции. Люди нам верят. Они знают, что у нас экологически безопасные овощи. Но есть еще транспортная доступность. Ведь не каждый сможет поехать в Суражевку. Только в этом году у нас официальная ярмарка на центральной автобусной остановке. Но у нас это для категории инвалидов и пенсионеров. Мы расширили круг участников этой ярмарки. И дали возможность нашим крестьянско-фермерским хозяйствам. Тоже у сельскохозяйственного предприятия Артемовская. Они там осуществляют торговлю как раз овощной продукцией в этот сезон. Сейчас они торгуют. И я просто хотела опять-таки в защиту нашей торговли... Давайте дальше поговорим. Про ярмарку. Давайте дальше. Цены просто скажу. Средняя по городу и которая на этой ярмарке. Вот на ярмарке предприятия Артемовская у него картофель 20-23 рубля. Средняя по городу цены 28 рублей 75 копеек. Капуста 20-25 на ярмарке. Средняя по городу 29 рублей 15 копеек. Морковь 25-28 ярмарка рублей это имеется ввиду. А по городу 57 рублей 30 копеек. Существенная разница, да? То есть мы на сегодняшний день дали возможность нашим производителям и жителям города Артемов... Чуть-чуть опустить цены. Да, чуть-чуть. По доступным ценам купить эту продукцию сезон. На сегодняшний день, в принципе, те ярмарки, которые существуют на территории города, и учитывая вот эту последнюю ярмарку, которую мы предоставили для наших сельхозпроизводителей, я считаю, что, в принципе, это достаточное количество. И еще один небаловажный, на мой взгляд, вопрос хотелось бы затронуть в нашей сегодняшней беседе. Скажите мне, уважаемые эксперты, вот то, о чем мы говорим ежедневно, импортозамещение, на самом деле оно происходит или нет? Конкретно на самом деле. Безусловно, происходит. Те необходимые материалы и сырье, которые мы используем в производстве, мы тоже стараемся закупать у наших отечественных производителей технику. С импортной мы перешли на отечественную технику во многом. Это, конечно, отражается и на себестоимости продукции. Что касается сельхозпродукции, то хотелось бы добавить, что продовольственная безопасность нашего региона, нашего Приморского края полностью обеспечена. Да вы обеспечиваете, проблема в другом, проблема в реализации, вы же сами об этом говорили. Да. Вот Иван Иванович, допустим, он меньше зависит от импортозамещения, да, потому что Китай как бы не попал под санкции. Или где вы берете себе сырье? Китай очень мало в крае. Так. То есть в основном мы работаем на отечественном сырье. Полностью в своей сырье. Но по птице... Российские, но не приморские. Вы знаете, вот буквально две недели работаем с компанией МРСИ Трейд, со Спаска. Я думаю, что через год они вполне полностью потребности закроют в крае в свинине. Иван Иванович, у нас же здесь открывается свинокомплекс неплохой на Тихоокеанском бывшем. Вот скажите, пожалуйста, а у вас увеличилось производство ваших колбасных изделий по сравнению с прошлым годом? В этом году, нет? Вы знаете, в объеме немного увеличилось, но сегмент ушел в более дешевый. Более дешевый ушел. А качество, если учесть, что это наше отечественное сырье в основном, качество продукции, выиграло или нет? Вот я просто... Теперь уже вопрос как потребителя. Вы знаете, мы и раньше работали на отечественном сырье. По деликатесной группе свинины я хочу сказать, что на отечественном лучшее. Вы мне скажите одну вещь. Мы можем обойтись без импортной продукции вообще. Продукцию, под словом продукция, я имею в виду не только готовый продукт, но и его производство. Вот Иван Иванович говорит, да, на 90% обходится. 100%. Мы все задумались, конечно. Мы можем обойтись, конечно, но не будет вот такого изобилия широкого ассортимента. Вот именно импортные продукты сегодня, которые к нам поступают, они в виде экзотики. Основные, мы уже повторяемся, конечно же, можем и должны. И сегодня мы уже обеспечиваем. Вы знаете, меня очень удивляет картина, когда заходишь на рынок, я не ярмарку имею в виду, а на рынок, да, лежат ярко выраженные китайские овощи и фрукты, и написано производство там. Краснодар. Краснодар, ну еще больше, там ООО, предположим, урожай или Приморская овощная опытная станция. Это как понимать? Это все на совести... Это реклама. На совести... Нет, это реклама наших товаропроизводителей, Артемовский. Доверие к покупателю, да, к отечественной продукции. Конечно, конечно. Вот самое главное, наверное, то, к чему мы все с вами должны стремиться. Вы как производители, а мы с Александром Борисовичем как потребители. Потребители, да. Какой вывод можно сделать из нашей сегодняшней беседы? Продовольственный рынок Артемовского городского округа, если взять в целом, насыщен и богат. Другой вопрос, что у нас, у простых потребителей, не всегда хватает средств, чтобы воспользоваться этим богатством. Но эта тема уже совершенно другой программы. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире.